Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии сегодня Марина Григорьева. Сразу коротко о главных темах выпуска. У истоков молочных рек на полях Литчины идет косовица. Хорошие условия труда и достойная заработная плата. Предприятие «Аудимос» в Лиде приглашает на работу швей. Кому-то в радость, а для кого-то проблемы со здоровьем. В Беларуси установилась жара. Жизнь в ритме брейк-данса. Открытый региональный фестиваль-конкурс «Лида Стайл» собрал в Лиде почти полсотни танцоров. Есть что посмотреть и чему удивиться. В Лидском отделе ремесел и традиционной культуры проходит выставка работ, выполненных в технике объемной вышивки атласными лентами. Вслед за посевной пришла очередь не менее ответственной компании кормозаготовки. Будет ли она в Лидском районе такой же слаженной и успешной, как яровой сев, зависит от многих факторов. Первый укос, а его план составляет 17 760 гектаров, обещает быть неплохим. Так думать позволяет состояние многолетних трав. На кормовых угодьях они хорошего качества. В сельхозорганизации Можейково на косовице сосредоточили все силы, так как обеспечить зеленым кормом необходимо большое поголовье. В хозяйстве 3800 голов крупного рогатого скота, из которых более 1500 – дойное стадо. Лицерна на этом сенокосе хозяйства Можейково у деревни Дмитровцы в оптимальной фазе спелости. Ее кормовая ценность главным образом в высоком содержании белка. Сейчас эти бобовые – основная культура для заготовки. Первый укос важен еще и потому, что неизвестно, как сложится с погодой к моменту проведения второго. Поэтому сегодня, пока стоит хорошая погода, в Можейково спешат с кормозаготовкой. При этом старт косовицы был дан несколько позже в сравнении с прошлым годом. Травы напитывались осадками и доспевали на глазах. Заготовка кормов в сельхозорганизации идет уже неделю. На сегодня скошено 14% от плана первого укоса, который составляет 3600 гектаров. Цифра меньше среднерайонной, но в хозяйстве уверяют – задачи исправятся. Предприятие запланировало заложить 20,5 тысяч тонн сенажа, 1200 тонн сена, значит, 3000 тонн сенажа в рулонах в пленке. Эту задачу мы выполним, потому что в этом году с влагой ситуация, скажем, на хорошем уровне. Травы выросли достойные. Наша задача – их вовремя скосить и вовремя убрать с хорошим качеством. Благодаря тому, что у такого крупного хозяйства, как Можейково, нет недостатка в кормовых угодьях, зелеными кормами оно было обеспечено и в прошлом году. Более того, даже продавало излишки. Чего, конечно, не скажешь об остальных сельхозпредприятиях личины. Сенокосы района из-за особенностей почвы болезненно реагируют на засушливое лето, а именно такое было в 2018-м. Дефицит зеленых кормов в сельскохозяйственной отрасли региона – основная причина, почему первая косовица важна стратегически. Вопрос еще и в качестве. В Можейково, например, сенажную и силосную массу в основном хранят традиционно в траншеях. Тут главное условие – строгое соблюдение технологии закладки. Четверть скошенного будет уложена в гумно в виде сена. Небольшой процент упакуют в рулоны под пленку. Руководством Литского района даны поручения управлению сельского хозяйства и продовольствия по заготовке зеленого корма высокого качества, что возможно только при строгом соблюдении технологий. Необходимыми для этого биологическими консервантами сельхозорганизации обеспечены. Кормозаготовка сейчас идет во всех девяти хозяйствах личины. По району на сегодня скошено 28% от плана первого укоса. К такой работе заранее готовились как агрономические, так и инженерные службы. Хозяйство Литского района подошли к кормозаготовке более серьезно. Подкормили больше многолетних трав, луговых угодий азотными удобрениями, что благоприятно сказалось на травостое. Мы видим, что урожай на данный момент стоит больше уровня прошлого года. Стоят задачи перед аграриями Литского района в кратчайшие сроки завершить первый укос, чтобы дать возможность травам вырасти и получить стопроцентный хороший второй укос. В общей сложности литским хозяйствам в период первого укоса предстоит скосить 17760 гектаров. Специалистами подсчитано, для сытой зимовки поголовья в районе нужно заготовить на одну условную голову скота в среднем 32 центнера кормовых единиц. Половину этого обеспечит кукуруза. Современное оборудование, хорошие условия труда, достойная заработная плата. Предприятие по пошиву спортивного трикотажа «Аудимос» в Лиде приглашает на работу швей. Более 10 лет в городе Лиде работает предприятие «Аудимос» по пошиву трикотажной одежды для спорта и отдыха. Несколько лет оно работало под эгидой Олимпийского комитета Республики Беларусь и производило продукцию для олимпийской сборной страны. Сейчас здесь шьют спортивную одежду для известных европейских брендов. На предприятии работают швейный цех и термоотделочный цех по производству бесшовной клеевой продукции. В них установлено современное оборудование. Для работников созданы надлежащие условия труда, оборудованы комнаты отдыха и приема пищи. Руководство предприятия следит за соблюдением норм и правил охраны труда. В связи с ростом объемов выпускаемой продукции «Аудимос» приглашает на работу квалифицированных швей. График работы – односменный, восьмичасовой. Суббота и воскресенье – выходные дни. Оплата труда – сдельно-премиальная. Полный социальный пакет. Мы приглашаем на работу профессиональных швей, также имеем возможность обучения на производстве. У нас созданы на предприятии хорошие бытовые условия и достойный заработной плат. Адрес предприятия «Аудимос» в Лиде – улица Машерова, 10, корпус 14. Желающие трудоустроиться дополнительную информацию могут получить по телефону 610-200. В понедельник плюс 24, во вторник плюс 27, в среду 29 градусов выше нуля. Это о дневной температуре в Лиде на этой неделе. И дальше, по прогнозам синоптиков, жара не планирует уходить. Столбик термометра в ближайшие дни уверенно пойдет к отметке плюс 30. Такая погода одним в радость, а других приводит к проблемам со здоровьем. Тему продолжит Анастасия Хрещанович. Повышение температуры по ветру до плюс 30 – стресс для организма человека. Проблемы со здоровьем, у некоторых могут возникнуть наводка ли слупок термометра, подыходит до отзнаки плюс 25. Горж за инших, у спякот у себя отчувают сталые люди и ты, кто мая хроничные захворывания сердечно-сосудистой, дыхальной и эндокринной систем, хворобы опорно-рухального аппарата и дети до трех годов. У доросных частей за все при высокой температуре по ветру повышается, типа нижается артериальный тиск, может потемнеть в очах, назирается значное потовыделение. Это приводит до страты корыстных речев у организма и может выкликать перопады настрою. У детей выник спякоты – это капризность. Обземеньшить наступство горячени меды кирает, по мягчимости меньше находится на улице, а если необходимо выйти, то обовязково прикрывать голову. Рекомендовано пить больше жидкости, но жидкость должна быть правильна. Что это значит? Надо избегать горячих напитков, надо избегать кофеинсодержащих напитков. Правильная жидкость – это обычная минеральная вода, но объем воды должен быть примерно 2-3 литра в сутки в зависимости от массы тела человека. Но пить воду, опять-таки, рекомендуется в утренние и вечерние часы, чтобы она могла запастись в тканях, потому что в самое жаркое время она, естественно, выделяется с обильным потоотделением. На улицу выходить рекомендуется тоже в утренние и вечерние часы. Надо избегать прогулок с 11 до 15.00 в самый жаркий пик активности солнца. Головной убор обязателен. Если же вы находитесь дома, то на солнечной стороне не рекомендовано открывать окна и форточки. Это, наоборот, способствует перегреванию комнаты. Надо, чтобы форточки были закрыты и завишены темные шторы. Полностью обмежевать себе от знаходжения на улице успеху может далеко не каждый. Все же таки люди працуют, да и особистые справы никто не отменял. Лишь раптом кому-нибудь станет ренна, треба уметь им допомогать. Возможно, не раз каждый сталкивался с тем, что рядом с вами стоял человек, которому стало плохо и он потерял сознание. В первую очередь следует вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112. Далее перенести пострадавшего в тень, либо прохладное помещение. Пострадавшего стоит снять всю стесняющую одежду и ослабить пояс тела. После чего разотрите лицо и голову прохладной водой и приложите прохладный компресс к голове. Также следует напоить пострадавшего водой. Дрэнна Успякоту может стать водителем и пассажиром аутотранспорту. В салоне при высокой температуре поветра якулазни, а это приводит до снижения уваги и погаршения самоотшувания. Как свечит статисты, каменовитого граченю почащаются с ездаю кювет, наезды на велосипедистов и пешеходов. Тому, когда нельзя устрематься от поездки, то необходимо включить кондиционер. Варта поклопатиться и про детей пассажиров. Не в каким разе нельзя покидать их в машине без нагляд, особенно, когда она стоит на санцапеку. Коли на слубку термометра Амаль-30 слепший ротунок вода. У опошней дни на пляжах и яблоку нема где упасти. Сегодня у 11 годин ранницы, або два береги Лицкого озера были заполнены людьми. У другой полови дня отпочивальников стало еще больше. Тут были и дорослые, и дети. За опошнями, когда воды и на воде, потребен особливый догляд. Инак же до беды недалека. Только, дякуючи уважливости моториста в ретовальной станции Паула Чашейки, доброе закончилось в вчерашней здаренье на Лицком озере. Вчера, где-то примерно часов в 11 с утра, моторист, я был в кабинете, приходит моторист весь мокрый. Я говорю, что случилось? Паша, он говорит, с причала прыгал за мальчиком в воду. Родители оставили без присмотра. Он тут кувыркнулся, лет, наверное, шесть такой. И все, из головой под воду ушел. Он вот уже подхватил, ну, такой как парень, смиренный, спокойно, он не афишировал ничего никому там. Этот выпадок со счастливым концом. Але бывает так, что побочь с детьми, те подлеткам, нема вратовальников, те просто дорослых отпочивальников. И тогда страшно подумать, чем может скончиться купание. Прогеды и оно может скончиться, и когда в воду заходят не тверозые люди. Вода – это радость и беда, я вам скажу. С одной стороны, радость, а с другой стороны, может принести большое горе. Самое главное, чтобы народ чувствовал, что это жизнь. Вот радость и беда, она рядом ходит. Чтобы родители хорошо смотрели за своими детьми, это самое главное. Потому что мы тут за ними смотрим всегда, но надо, чтобы они смотрели. Купайтесь, выходите, позагорайте, опять покупайтесь. Потому что все было в рамках правил. Не заплывать за буи. И самое главное, я вам скажу, вот когда человек заходит в воду свежей, он трезвый, силы у него есть, его вода держит. Но как только он устал, особенно если еще поддаты, он тут же начинает тонуть, сразу же. Поэтому не доводите себя до этого дела, до усталости. Окунулись, немножечко посели на солнышко, тогда будет все нормально. До конца этого дня в Беларуси будет спякотно. Правда, в другой его полове прогнозуются короткочасовые дожжи, а местами будут греметь на больнице. Только на Урадсе опадки особливо поплываются на планы. У Сирона люди будут займаться своими справами, потягнуться до водоемов и будут ездить на автомобилях. И тут галовное не забывать о правилах небеспеки и правилах поводин при высокой температуре. Показать свое мастерство и сразиться в брейк-данс-баттле смогли участники открытого регионального фестиваля конкурса «Лида Стайл». Он проводится в Лицком дворце культуры уже в третий раз. В этом году участниками мероприятия стали около полусотни танцоров из Лиды, Гродно и Витебска. Увидеть танец улиц захотела и наша коллега. Лилия Киеня. Fly, Swipe, Черепаха, Шесть шагов, Крикет. Это название движений, которые есть в арсенале многих танцоров брейк-данса. Зрелищного уличного танца, пришедшего к нам из Нью-Йорка в середине прошлого века. Чтобы освоить хотя бы один его элемент, уходят месяцы, а у кого-то и годы. Уже отточенные движения танцоры уличного стиля демонстрируют на открытом региональном фестивале конкурса «Лида Стайл» в Лиде. Борьба ведется в трех номинациях. Kids Battle, Pro Battle и Big Girl Battle. Участникам брейк-данс батла от 6 до 15 лет на танцпол выходили и мальчишки, и девчонки. Они посмотрели не только, как танцуют дети, их уровни, их возраст, а посмотрели, как уже работает настоящий профессионал своего дела. Плюс участие разных возрастов способствует дальнейшему большему развитию, какому-то общению, опыту. Кто же лучший участник фестиваля конкурса «Лида Стайл» жюри определяло с помощью батла. Это соревнование между двумя танцорами. Один показывает, что может, а соперник должен превзойти его в акробатике, пластике и растяжке. Тот, кто больше впечатлит и становится победителем батла. Каждый участник, конечно же, мечтал о победе, поэтому готовился к конкурсу заранее, подбирая лучшее, на его взгляд, движение. Буду выполнять, например, движения под названием Coffee Meal, Six Step, Baby Love, Scramble. И с верхнего брейка я буду выполнять движения Крис-степ, Ту-степ и Ден-степ. Буду делать топорок, футворк и флай и гелик. Я сначала ходил на хип-хоп, потом бросил, потому что там было неинтересно. Мы делали только одни и те же движения. И, то есть, когда я пришел на брейк-данс, мы начинали изучать новые движения. Как оказалось, среди участников Лида Стайл было немало тех, кто в брейк-данс пришел после освоения других стилей танца. Тренеры считают, что это только на пользу уличному танцу, так как каждый стиль привносит в него что-то новое. Правда, если ты уже попал в брейк-данс, расстаться с ним невозможно. Даже если возникнет желание заняться бальными или народными танцами, брейк-данс останется. Для меня брейк-данс – это, в первую очередь, танец. Он включает в себя очень много элементов, а также акропатических и физовых. Молодежный, более мужской танец для парней. Очень хорошо, в принципе, его изучать и вновляться, дальше развиваться. Брейк-данс, кроме особенных движений, это еще всегда неповторимые эмоции и восторженные крики зрителей. Из почти полусотни участников фестиваля конкурса Лида Стайл, 15 были представителями Лиды. Они выступали в двух номинациях и завоевали 4 награды. Заняли весь пьедестал в номинации Be Girl и завоевали третье место в номинации Kids Battle. Более полусотни картин и игольниц, выполненных в технике объемной вышивки атласными лентами, представлены на выставке, которая открылась в Лидском отделе ремесел и традиционной культуры. Их авторы – рукодельница из городского поселка Рось, Волковыского района Ирина Пекарь и ее ученики. Техника вышивки лентами кардинально не отличается от техники других видов вышивки. Но одно отличие все-таки есть. При такой вышивке вместо нити используется лента. Ее вставляют в иглу и протягивают через полотно материала. В основном так рождаются цветы. Именно они преобладают и на работах, представленных на выставке, в отделе ремесел и традиционной культуры. Худочная вышивка атласными лентами – это старинная технология вышивки, которая сегодня, конечно, раньше использовалась для украшения одежды, сегодня совершенно другое назначение – это украшения дома, работами, картинами, панно, объемными, использование атласных лент. При этом сейчас уже такие технологии, что мастера тонируют, окрашивают и ленты, и тонируют, и используют такую технику, как батик. Эта выставка будет интересна практически всем – и детям, которые занимаются, только начинают, и взрослым, может быть, кого-то она впечатлит на дальнейшее творчество, свое собственное творчество. Выставка работ, выполненных в технике объемной вышивки атласными лентами в Лицком отделе ремесел и традиционной культуры, представлена впервые, но уже первые посетители проявили к ней интерес. Кто-то даже поинтересовался секретами данного вида искусства. Работать выставка будет до конца июня. Все краски Лиды в творчестве. Первый открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Арт. Территория», организованный Лицким историко-художественным музеем и детской художественной школой искусств, собрал 40 юных художников со всей Гродненской области. Это были учащиеся художественных школ и школ искусств из разных регионов. Лиду представляли 20 ребят из художественной школы искусств. В течение двух дней участников фестиваля-конкурса можно было увидеть у стен Лидского замка, где они с натуры рисовали городские пейзажи на холсте красками, на асфальте мелом передавали сюжеты белорусских легенд и мифов, либо писали уличные портреты. Там же проходила выставка работ декоративно-прикладного искусства и конкурс дизайнерских проектов, созданных юными талантами. Организаторы фестиваля-конкурса детского творчества «Арт. Территория» надеются, что он приживется на Лидской земле и даст возможность юным художникам из других городов не только увидеть всю красоту нашего края, но и запечатлеть ее в своих картинах. Это будущее поколение для Республики Беларусь. И что мы посеем, то будем пожинать потом. А если мы сеем красоту, доброту, любовь к родине, природе, это очень значимо. Итоги открытого фестиваля-конкурса детского творчества «Арт. Территория» подводились в пяти номинациях. Пленэр, уличный портрет, рисунок на асфальте, декоративно-прикладное искусство и дизайнерский проект. Последние три были посвящены белорусским легендам и мифам. Работа элитских ребят отмечена 22 наградами. Гран-при в номинации «Декоративно-прикладное творчество» получила Анастасия Симонькова, а в номинации «Лучший уличный портрет» Каролина Некрасова. Высшую награду фестиваля-конкурса за рисунок на асфальте получила София Пищик. Также работы учащихся Лицкой детской художественной школы искусств были удостоены шести дипломов первой степени, семи второй и шести третий. Лицкое телевидение напоминает своим зрителям, частные объявления в бегущей строке можно разместить всего за два рубля в сутки. Справки по телефону 620062. И это все на сегодня. Завтра в 19 часов смотрите на нашем канале программу «Из первых уст». Ее гость, заведующий пятым отделением медицинской реабилитации пациентов психиатрического профиля областной психоневрологической больницы Островля, врач-психиатр, нарколог Виталий Стацевич. С моим коллегой Алексеем Вадейко они будут говорить о сне, точнее о его нарушениях и как с ними бороться. Не обойдется и без личных вопросов. Следующий же выпуск программы «События» на Лицком телевидении выйдет в эфир в пятницу в 19 часов. До свидания.